привет друзья сегодня мы с вами приготовим вкуснейший бисквитный тортик я вам дам супер рецепт как сделать английский спонж спонж это бисквит просто достаточно быстро и без всякой мороки мы с вами сделаем вкуснейший крем на основе вареной сгущенки это будет шоколадный крем с различными скажем так добавочками ну в общем и сами все увидите ну что давайте приступим и так нам нужно с вами 8 яиц как вы видите я яйца не делил обычно как делают бисквиты отделяют желтки от белков белки взбивает и бам-бам-бам-бам-бам мы с вами сделаем все гораздо проще и так 8 яиц и мы с вами взбиваем в течение 15 минут я буквально на секунду остановил взбивать наш будущий бисквит потому что забыл вас предупредить накануне скажем так вчерашним днем сварите баночку сгущенки берете кастрюльку ложите баночку заливаете ее холодной водой доводите до кипения делайте маленькую температуру не сильный огонь так чтобы скажем так ваша сгущенка не взорвалась во время варки и варьте в течение двух с половиной часов после этого охлаждайте до комнатной температуры потому что на следующий день нам с вами она понадобится для приготовления крема я уже баночку сгущенки вчера сварил так что мы сегодня с вами ее будем использовать пока я буду готовить наш с вами спонж наш с вами будущий бисквит включайте духовку на 180 градусов как только спонж будет готов мы сразу туда поставим приготовьте обязательно форму вырежете пергаментную бумагу ну вперед я духовку включил взбиваем вот обратите внимание у меня прошло 13 минут я буду взбивать еще две минуты перед тем как закончить я добавляю столовую ложку ванильного экстракта щепотку соли и цедру апельсина или же мандарина я добавлю мандарины нам понадобится 150 грамм хорошо просеянной муки 150 грамм после того как я добавил сюда соль ваниль и цедру двух мандаринов я взбиваю еще две минутки если вам нравится больше вкус цитрусовых в бисквите то добавьте конечно больше но я стараюсь все делать оптимально так чтобы скажем так вкус был гармоничен бисквит и должен быть нежным ароматным обязательно должен быть выразительный вкус ванили и слегка такая знаете нотка цитрусовых это будет великолепно так отлично готова наливаем у меня форма 26 сантиметров я не добавлял дни разрыхлитель ничего наше тесто будет прекрасно она поднимется будет высокая вкуснейшая ну и как вы видите легко готовится не нужно ничего разделять взбивать отдельно и тому подобное ну все отправляем духовку 180 градусов 20 минут а там посмотрим может быть даваем еще пяток когда наш тортик уже будет готов мы будем украшать миндальным орехом вот он красавец здесь у меня полстакана мы его с вами сейчас поджарим во фритюре смотрите-ка я взял здесь среднем 300 миллилитров рисового масла ну если у вас нету используйте любой довожу до 180 градусов и опускаем вот так вот жарим буквально одну полторы минутки обязательно приготовьте себе емкость с бумагой так чтобы лишний жир с орехов стек как только положили дожидаемся вот этого характерного звука вот сейчас мы его услышим так вот слышите начал стрелять отлично это вот то что нам нужно вот 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 орех начал кипеть то есть из него стала выходить его влага все выключаем плиту вытаскиваем солим вот этим вот жареным соленым орехом во фритюре мы с вами будем украшать наш тортик вот видите какая кромочка поджаренная внутри он сухой за счет того что мы его жарим во фритюре он невероятно вкусный а еще когда я добавил соль он вообще приобрел знаете невероятный букет кстати вы можете готовить такие орешки для своего party скажем так пивного party когда у вас пиво на столе поджарьте вот такие вот орешки с солью поставьте на стол ваши гости будут просто happy ставите орешки в сторонку пусть они охлаждаются они нам понадобятся уже практически в самом конце когда мы будем с вами украшать наш тортик и так у нас практически прошло 20 минут ага вот 20 минут смотрим ай какой красавчик а я дам ему еще две-три минуты ну посмотрите какой красавец да ароматный пахнет прекрасно пахнет ванилью пахнет цедрой мандарина и так что мы делаем дальше мы даем нашему бисквиту постоять как минимум полчаса не вытаскивая из формы нам нужно чтобы он сохранил свою форму чтобы он сильно не обвалился понятно да через полчаса можно его достать и охлаждать его скажем так до комнатной температуры в принципе вы можете готовить такие бисквиты заранее скажем так приготовить его сегодня а завтра уже намазать крем у меня прошло среднем 12 часов вот посмотрите на наш бисквит посреди кон красавицы он принял свою форму я вам хочу сказать что нет бисквитов которые бы слегка не оседали в любом случае он дает небольшую усадку вы спросите мы видели что многие готовят бисквит они прям не опадают ребята бисквит который не опадает во первых в нем как правило очень много муки и второй момент его пропекает до того что он очень сухой он требует дополнительной пропитки в нашем случае наш бисквит посмотрите как он мягкий он всю ночь у меня лежал на решетке отдыхал принимал свою скажем так правильную форму и настоящий момент он даже не нуждается дополнительной пропитки для того чтобы его смягчить и так давайте еще раз вспомним по какому принципу мы с вами его будем готовить замесили тесто вы все это прекрасно помните ставим в духовку на 180 градусов выпекаем его в среднем 20-25 минут возможно плюс минус несколько минут скорее всего плюс дело в том что у всех разные духовки у кого-то с конвекцией у кого-то без конвекции у кого-то хорошо жарит сверху кого-то снизу и тому подобное у меня духовка хорошо скажем так отрегулирована и отработана мне от 23 25 минут достаточно для нашего рецепта следующий момент наш рецепт рассчитан на форму 26 сантиметров что значит 26 сантиметров это диаметр вот видите 26 сантиметров это я рассказываю для молодых хозяек которые скажем так только начинают свою кулинарную деятельность и многие моменты они не знают значит для диаметра 26 сантиметров 25 минут вполне достаточно если вы хотите сделать бисквит повыше вы можете использовать форму меньшего размера например 24 или 22 сантиметра соответственно как только вы берете форму меньше толщина бисквита у вас увеличивается ну и время выпекания тоже должно увеличиваться потому что чем толще бисквит тем больше его нужно печь 24 сантиметра вам надо будет уже выпекать 30 минут 22 сантиметра скорее всего 35 минут но в любом случае пользуйтесь бамбуковой палочкой и проверяйте в центре как ваша палочка будет скажем так на ощупь если она влажная значит еще требуется время если она сухая значит бисквит готов следующий момент когда вы бисквит вытаскиваете дайте ему отдохнуть в форме буквально 20-30 минут после этого вытащили из формы сняли с него пергаментную бумагу и ложите на решетку нам нужно положить его обязательно на решетку для того чтобы циркулировал воздух и бисквит хорошо отдыхал и просушивался потому что так или иначе в нем очень много пара и влаги все-таки мы делали в большое количество яиц поэтому нам необходимо чтобы он в течение ночи отдохнул и просох хорошо давайте резать старайтесь сделать так чтобы нижний корж был толще чем верхней потому что вся влага ну скажем так по закону физики будет спускаться вниз и поэтому нижний корж в любом случае будет мягкий и хорошо пропитанный вот атакуем у нас мягенький со всеми нюансами по приготовлению бисквита мы с вами разобрались давайте начнем делать крем нам понадобится две плитки черного шоколада процентное содержание в среднем 60 70 процентов но если будет 55 тоже не страшно ставим на водную баню вот так вот вы знаете да что такое водная баня вы ставите какую-нибудь именно и сотейник кастрюльку набираете немножко воды доводите до кипения сверху форма ложим шоколад шоколад тает постепенно не нужно делать сильного огня добавляйте столовую ложку масла потому что шоколад достаточно быстро застывает нам нужно чтобы сохранил свою эластичность на долгое время будем делать основной крем пачка масла 250 грамм вытащите масло из холодильника она должна быть комнатной температуры мягким вот посмотрите видите какой она у меня я его вытащил часа за четыре до того момента как вот скажем так я начинаю делать наш крем банка вареной сгущенки 400 грамм вот такой вот ведь конечно можно сварить и дольше я уже говорил что я варил банку сгущенки в течение двух с половиной часов можно поварить ее и дольше течение трех часов она будет темней я вам рекомендую покупать обычную сгущенку самостоятельно ее варить и добиваться вот такого цвета и вкуса потому что если вы захотите сэкономить свое время и купите уже готовую вареную сгущенку поверьте вкус совершенно будет другой потому что на заводах они там нахимичат зальют в банку запечатают и вам продадут и так 250 грамм масла разбиваем его добила но вот она у нас полностью разошлось теперь мы с вами будем добавлять сгущенное вареное молоко прямо добавляете прям вот так и по пару ложек не бойтесь не забудьте добавить щепотку соли добрую не забываем о шоколаде нам он понадобится не горячий а теплый потому что мы его будем вбивать в талое масло и нам не нужно чтобы масло начало скажем так слишком таять поэтому нам необходимо добиться того самого уровня когда шоколад полностью растает но при этом не будет кипеть вы знаете этот крем очень вкусный наша семья его ну скажем любит больше всех всех кремов существует огромное количество кремов гораздо легче в будущем мы с вами будем их готовить различные французские десерты и приготовим различные кустарные которые применяются во французской кулинарии но сегодня мы сделаем хорошие жирные вкусные невероятно ароматный крем наш шоколад готов давайте заканчивать с кремом добавляем немножко а миндального экстракта буквально одну четвертую чайной ложечки потому что мы с вами будем украшать наш торт миндалем жареным во фритюре соответственно миндаль миндаль это будет хорошо сочетаться ваниль добавляем среднем столовую ложку ванили никогда не жалейте это у нас с вами контреа апельсиновый ликер учитывая что мы с вами добавили цедру апельсина или же мандарина в нашем случае соответственно добавить цитрусовый ликер мы с вами усилим аромат если вы готовите для детей то конечно алкоголь не нужно использовать используйте концентраты специальные концентраты в таких вот скажем так бутылочках вот например доктор эдкер у него есть специальные концентраты со вкусом бренди коньяка но алкоголя в них нету только аромат у нас детей не будет поэтому я добавлю контре грамм 30-40 вот так и давайте добавим наш шоколад добавляйте понемножку вот буквально по столовой ложечке сразу вбиваем балдеж вкуснятина нереальная наш крем готов ставьте его в прохладное место минимум на 30 минут нам нужно так чтобы крем схватился наш крем остыл пришло время мазать тортик я буду подавать его вот на такой вот подставки прежде чем начать его мазать нам нужно с вами крупненькими кусочками порубить наш орех я его буду резать ну прямо буквально вот так вот видите многие из вас могут сказать ну слишком крупный орех вы знаете нет он не будет слишком крупным он во первых будет очень красив на тортике второй момент после того как мы его с вами обжарили во фритюре он очень хрупкий крохки и легко будет скажем так крошиться на зубах давайте намажем наш тортик мы сегодня с вами его будем готовить с мороженой малиной через секунду вы увидите каким образом я буду ее использовать прежде чем намазать кремом я хотел бы пропитать наш тортик апельсиновым ликером несмотря на то что наш бисквит достаточно мягкий и сочный он у нас не пересох я все равно сделаю наш бисквит еще более нежным и более вкусным как вы видите я буду использовать алкогольный напиток но если вы будете готовить тортик для детей ни в коем случае алкоголь использовать не нужно возьмите просто сок апельсина промочите свой бисквит и этого будет достаточно крем красивый вкусный эластичный если вы никогда не делали такой крем попробуйте сделать я гарантирую что вы будете довольны и вам он очень понравится будете вы использовать всегда так вот следующий момент укладываем малину вот так вот я прям топим прям топим креме вы спросите меня а почему я не использую свежую ягоду дело в том что свежую ягоду если я положу в крем и сверху на него ляжет кож то ягода конечно же помнется они бы такая эффектная аккуратненько чтобы не запачкать нашу подставку давайте закрывать берете кусочек бумаги и аккуратненько вот так вот скажем так по краю проходитесь сложили и и пошли выравниваем все наши скажем так ляпы на кухне обязательно нужно иметь вот такое бумажное полотенце без него ну просто как без рук наш тортик практически готов осталось его украсить мы его будем с вами украшать топленым шоколадом кокосовой стружкой ну и соответственно нашим орешком плитки 100 грамм вполне достаточно черный шоколад вы уже видели как мы его с вами топим 100 грамм шоколада буквально пол столовой ложки сливочного масла для того чтобы он сохранил свою эластичность и топим я буду украшать из специального мешка который предназначен для кулинарии берете мешок стакан вот так вот все вот у нас с вами получилась такая история как только у нас с вами шоколад растает мы сразу зальем его в этот мешок и начнем украшать шоколад готов убираем с огня вытаскиваем мешок сейчас у нас с вами шоколад очень горячий настоящий момент им не нужно пользоваться дайте ему скажем так остыть ну буквально пять минут для того чтобы наших крем не скажем не поехал я слегка присыплю кокосом вот кокос очень хорошо сочетается с цитрусами очень хорошо сочетается с орехами у нас с вами получится изумительный вкусный тортик наш шоколад готов он теплый еще буквально если я его оставлю на пять-десять минут он опять начнет скажем так твердеть вот тот самый момент когда мы можем украшать если вы начнете украшать сразу горячим шоколадом то крем ваш начнет таять потому что он же у нас все-таки на марте масляной основе делаем маленькую дырочку вот так вот смотрим отлично отлично ну вперед я вам даю просто как бы идею как бы можно было бы украсить этот тортик но вы уже сами смотрите можно сделать комбинацию допустим черный шоколад использовать белый шоколад на ваше усмотрение и ложим наш орех чуть-чуть еще кокоса наш тортик готов когда же его кушать учитывая что мы его пропитали у нас мороженая ягода нам нужно минимум пять-семь часов для того чтобы скажем так торт стал мягче и раскрыл завтра когда придут гости я его достану с балкона и дам ему постоять при комнатной температуре минимум три-четыре часа для того чтобы наш масляный крем опять вернулся в эластичное мягкое состояние понятно ни в коем случае не нужно подавать торт на основе масляного крема сразу из холодильника и лишь допустим прохладного места потому что крем будет жестковатый и скажем так вы не получите того замечательного эффекта у меня прошла ночь наш тортик очень хорошо пропитался сегодня ночью мы не могли спать аромат ванили крема шоколада было на всю квартиру мы не могли дождаться сегодняшнего дня ну что давайте будем пробовать ай посмотрите какой мягкий сейчас мы с вами его продегустируем но прежде чем попробовать я сразу вам скажем так поставлю все точки над и наверняка многие хозяйки которые регулярно готовят десерты тортики и тому подобное очень хорошо разбирается во многих нюансах и вещах все что связано с бисквитом у нас с вами необычный бисквит его называют спонж с английского языка это переводится губка то есть учитывая что мы не делили яйца и не взбивали их отдельно так как это обычно делается для бисквита наш бисквит получился именно действительно похожий на губку вот посмотрите он он достаточно такой кажется плотным но на самом деле он очень ароматный и мягкий давайте пробовать так вот смотрите-ка видите как легко он режется очень легко ягодка вот видите какая она хорошенькая она не расползлась она сохранила свою форму так то что надо изумительно попробуйте сделать такой тортик я уверен вам понравится вот эти орешки они на зубах рассыпаются то есть обычно нормальный орех он достаточно упругий и твердый но после того как мы его с вами пожарили во фритюре он становится такой крохкий рыхлый и моментально рассыпается несмотря на то что выглядит массивно и такими большими кусочками на сегодня все мы с вами приготовили еще один интересный вкусный десерт увидимся в следующий раз пока